2050 год. На Земле построена глобальная сеть вакуумных тоннелей, по которым со скоростью 1200 километров в час проносятся капсулы с грузами и пассажирами, довозя их, например, от Москвы до Владивостока всего за пять с половиной часов. Это картина мира, которую считает вполне реальной американский миллиардер Илон Маск, создатель самого продаваемого на планете электромобиля и человек, чья частная космическая ракета впервые в истории космонавтики стала возвращать на Землю первую ступень после запуска. Это сулит сильно удешевить вывод грузов на орбиту. Теперь Маск, кстати, и не он один, нацелился на то, чтобы изменить правила игры в мире железных дорог, а может и вовсе сделать их ненужными. Сейчас нам сложно это представить, но еще совсем недавно путешествие по железной дороге обязательно означало шум, дым, гарь, облака пара. С развитием технологий паровозы в основном отправились на свалку и лишь на некоторых в качестве экзотики катают туристов за деньги. Интересно, а не произойдет ли того же самого с нашими нынешними поездами? Во многих странах мира есть изобретатели, которые уверены. В 21 веке, в эпоху искусственного интеллекта, беспилотных машин и прочих чудес техники, уже как-то несовременно просто ездить по рельсам. Каким же он будет, поезд будущего? И сохранятся ли поезда вообще? Чтобы найти ответы, я объехал вокруг света. Поехали, я нажимаю вперед. Встретился с авторами самых необычных новинок. Некоторые испытал и на себе. Многие из этих технологий сейчас кажутся фантастическими. Но с инновациями ведь так часто бывает. Разве нет? Изобретателя паровоза Уата тоже называли сумасшедшим. Какой-то пар, адская машина. Но он доказал работоспособность своего детища, и оно захватило мир. Может быть, кто-то из героев этого фильма в будущем изменит не только поезда и железную дорогу, но и облик городов и жизнь людей в них? Попытаемся уже сейчас, среди всего многообразия самых безумных идей, увидеть в деталях поезд будущего. Идея Hyperloop заключается в том, что это самый лучший способ добраться из центра Лос-Анджелеса в центр Сан-Франциско, потому что те высокоскоростные поезда, которые нам предлагают сейчас, слишком медленные и слишком дорогие. Эти сбивчивые несколько фраз, произнесенные 29 мая 2013-го на конференции в Сан-Франциско, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Газеты, телеканалы, интернет – все наперебой начали говорить о новой идее американского предпринимателя Илона Маска, уже завоевавшего себе репутацию главного инноватора планеты, благодаря успешным автомобильным и космическим проектам. Смесь «Конкорда», «Рельсотрона» и «Аэрохоккея» – так описал Маск транспортную систему Hyperloop, которая должна сделать ненужными нынешние поезда. Я не знаю, что это такое, но я уже хочу на этом прокатиться. Ну, даже если я где-то что-то напутал с экономикой проекта, это все равно будет веселая поездка. Идея здесь заключается в том, чтобы уменьшить трение за счет откачки воздуха, и это позволит нестись в трубе со скоростью более 2000 км в час. Идея заинтересовала многих, включая власти нефтяных стран Ближнего Востока, частной и государственной компаний по всему миру. Минтранс России заявил, что изучает возможности участия в разработке подобной системы. Всех, конечно, привлекает скорость, но достижима ли она? На первый взгляд нереального тут нет. Разрежение воздуха, понятно, что речь не идет про полный вакуум, и правда уменьшает сопротивление движению. В пустыне Невада уже построили испытательный полигон. Отзываясь на призыв Маска, коммерческие компании и группы студентов со всего мира принялись мастерить и запускать прототипы возможных вагонов-капсул. Мы находимся в местечке под названием Голден. Это старинный городок золотоискателей в американском штате Колорадо. Здесь работает в местном горном институте одна из студенческих команд, создающих вакуумные поезда будущего. Что ж, очень интересно посмотреть. Конечно, на магнитную левитацию и вакуумную трубу денег у студентов пока нет. Поэтому они взяли двигатель от гибридного автомобиля, видоизменили колеса и токосъемники. Главная задача — снабдить поезд достаточным объемом энергии, чтобы он смог разогнаться за короткое время. Мы работаем над тем, чтобы развить максимальную скорость 482 км в час менее чем за 13 секунд. Амбициозно. Ведь даже самолет разгоняется в два раза не длиннее. Нынешний прототип капсулы предназначен лишь для одного человека, смельчака, которому на себе придется испытать все перегрузки. Дальше в планах построить уже рабочую тестовую модель на 10-12 человек, потом захватить Землю и выйти за ее пределы. У этой технологии может быть много применений. Например, если мы решим колонизировать Марс, на этой планете будут многочисленные базы и потребуется система быстрого транспортного сообщения между ними. Для этого, возможно, пригодится концепция Hyperloop. Но и на Земле это будет ненамного опаснее, чем полет на самолете. Юношеский задор студента Остина Дженджера мне понятен и симпатичен. Но насколько все это воплотимо в жизнь? Как вообще человек выдержит такие жуткие ускорения и замедления? Проблему надо изучать, ее, возможно, когда-то можно будет решить. Но одно дело, когда летчики, люди подготовленные, тренированные преодолевают. И другое дело, мы с вами, когда сядем в поезд, и вдруг нам предстоит перевести эти, так сказать, неудобства. А как на таком ездить беременным женщинам и детям? Вообще, специалисты по всему миру, которых мы спрашивали о проекте Hyperloop, пока говорят, что вопросов у них больше, чем ответов. И сам главный герой этой истории не очень-то способствует прояснению тумана. Это главный офис Илона Маска, штаб-квартира его космической компании Space X. Мы связывались с представителями Маска, но как только они узнали, что мы хотим задать вопросы именно про Hyperloop One, узнать какие-то подробности о проекте, они тут же сказали, что нет, это не то, о чем мистер Маск хотел бы сейчас говорить. Не знаю, в чем причина, но будем искать информацию сами. Из того немногого, что доступно для обозрения, видеоиспытаний. Над проектами капсул ведь работает очень много независимых друг от друга групп. Начиналось все с похожих на сани прототипов, которые мчались по рельсам на скорости чуть больше 100 км в час, в конце пути врезались в гору песка и тормозили. Вторые испытания проходили уже в трубе. Было заявлено, что на 500-метровом участке удалось создать безвоздушную среду, как на высоте 60 км. Форму капсулы улучшили. Сзади прицепили массивную толкательную систему. 5, 4, 3, 2, 1, пусто. Максимальная скорость, которой удалось достигнуть, 310 км в час. Текущий рекорд скорости для обычных поездов – 574,8 км в час. Установлен французским поездом ТЖВ в 2007-м. Маск и его единомышленники уверены, что скоро оставят это достижение далеко позади. Ведь идею сверхбыстрых путешествий в трубе без трения разрабатывают и другие люди. Сделать Америку снова великой. Под таким лозунгом шел на выборы Дональд Трамп. А один из героев наших поисков хочет сделать Америку снова железнодорожной. Вот что он имеет в виду. Дэрил Остер, потомок русских эмигрантов, уверен, что это он навел Илона Маска на идею Hyperloop One. Дэрил несколько лет назад, ища инвестиции, посылал Маску свой уже давно существующий проект вакуумного транспорта. По мнению изобретателя, другого шанса выжить у железных дорог в современном мире нет. Машины и самолеты перевозят больше пассажиров. Меньше 2% людей ездят между городами на поездах, потому что гораздо удобнее, дешевле и быстрее передвигаться на автомобиле или самолете. Поездам остались в основном грузы. Их они перевозят больше. Дэрил напоминает, что в Америке когда-то было построено слишком много железных дорог, и часть из них пришлось разобрать за ненадобностью. А часть ржавеет сейчас в полях, используясь, например, только в сезон сбора урожая. Самолеты и автомобили оказались в условиях США эффективнее. Первые из-за скорости, вторые из-за возможности индивидуально спланировать маршрут. Теперь надо объединить эти два достоинства. Идея Дэрила в том, что строить надо не как у Маска, большие капсулы. Наоборот, нужны маленькие. Автоматическая система маршрутизации будет перенаправлять их куда надо в глобальной системе туннелей. Вы путешествуете в этой капсуле, как в своем мумузине. Нажимаете кнопку и заезжаете на остановку, где есть туалет и все удобства. А потом продолжаете поездку, как миллионер на своем частном транспортном средстве. Именно такой подход мы и хотим реализовать. Но делать остановки надо будет нечасто. Уж больно велика скорость и недолго путешествие. Для этих маленьких капсул будет требоваться гораздо меньше расходов на поддержание вакуума в трубах. И развивать можно будет невероятные скорости. До 6,5 тысяч километров в час на длинных перегонах между странами и континентами. Дорога из Нью-Йорка в Пекин, между Аляской и Чукоткой будет проложена труба, займет всего два часа. Я, кстати, стал первым журналистом в мире, которому Дэрил показал и дал посидеть в свежепостроенном, полноразмерном прототипе его транспортной капсулы. Так вот, когда-то будет. Да, только на воздушной подушке он будет скользить тише, чем сейчас на грубых подшипниках. Но здесь будет так же удобно, как в лимузине или частном самолете. А как насчет таких высоких людей, как баскетболисты? Нет проблем. Здесь модульные сидения и поместится любой человек. И баскетболист, и борец, сумо, и футболист. Если сидение установить в центре, то сверху будет большой запас места. Так что хватит для человека даже с гигантским ростом. Дэрил и его команда верят, что это может быть экономически эффективным. Используя магнитную левитацию, парить без трения в трубе. Уже проводят испытания на небольших моделях. Удивительно, насколько наша жизнь изменилась с приходом современных компьютеров. В 1956 году жесткий диск весил около тонны, а сейчас карта памяти стала размером с мизинец. То же самое вы собираетесь сделать с железнодорожным транспортом? Да, только ускорить. Если в начале развития транспорта средняя скорость составляла около 6 километров в час, то сейчас она выросла радикально. А когда ваша скорость увеличивается, то это значительно повышает уровень жизни. Железные дороги, по сути, помогли построить Америку. Главный предмет скепсиса у специалистов, когда речь идет о подобного рода путешествиях, можно ли недорого поддерживать вакуум, даже такой условный, как требуется по расчетам Остера. Например, чтобы выкачать воздух из самой большой диаметром 3,5 метра, барокамеры подмосковного научно-производственного предприятия «Звезда», где испытывают отечественные скафандры для работы в открытом космосе, используют огромные насосы. А сколько их потребуется для трубы длиной в тысячи километров? Из воздушным пространство камеры становится примерно за час. Стенки сделаны из нержавеющей стали толщиной 2,5 сантиметра. Иначе воздух в лаборатории просто смял бы всю конструкцию. Конечно, построить такую же прочную трубу – небольшая проблема. Но вот как обеспечить безопасность для пассажиров – это вопрос. Разгерметизация самого туннеля для них никак не повредит. А вот потеря герметичности вот этой капсулы поезда, конечно, грозит очень большими неприятностями. Я думаю, просто в этом случае пассажиры погибнут. Опасность еще и в том, как сверхвысокие скорости и сильные ускорения действуют на живые организмы. В Японии это изучали еще полвека назад. С 59-го по 72-й годы тут испытывали прототип экспериментального поезда. Профессор университета Мэйдзи в Нагое Кенодзю Гудзава сажал лягушек и черепах в капсулу и запускал ее в обычной трубе с воздухом на большой скорости. Сила сопротивления так сильно раскаляла стенки макета, что животные погибали. Чтобы снизить температуру, ученый выкачал из трубы воздух и снова провел тесты. Теперь пассажиры – лягушки и черепахи – умирали от перегрузок при разгоне и торможении капсулы. В итоге профессор Адзава все же решил задачу, изменив конструкцию. Но проект все равно свернули, признав – вакуумные поезда слишком опасными. Ясно дело, что технические скорости можно развить гораздо быстро, за несколько секунд, десятков секунд, но человек не выдержит такие ускорения. В самой Японии решили пока обойтись без вакуума и ограничиться снижением трения за счет магнитной левитации. Кстати, может, это и есть то чудо техники, которое изменит железные дороги в будущем? Единственный в мире действующий высокоскоростной поезд, основанный на принципе магнитной левитации, Маглев работает уже несколько лет в Китае. Он связывает международный аэропорт Шанхая и ближайшую к нему станцию метро. Очень необычное ощущение, когда едешь вдоль этой магистрали на машине, даже со скоростью за 100 км в час. Маглев обходит тебя как стоячего. Расстояние в 30 км он преодолевает за 7 минут и 20 секунд, разгоняясь на одном из участков до 431 км в час. Японский магнитный поезд, который сейчас испытывают на полигоне в префектуре Яманаси, должен оказаться еще быстрее китайского. Он свяжет Токио с ногой. Маглев – это будущее железнодорожного транспорта в Японии? Мы уже начали строительство этой линии, которая завершится в 2027 году. Максимальная скорость будет достигать 500 км в час. Поездка займет всего 40 минут. Даже поспать не когда. Для японцев это проект национального масштаба. Местная железнодорожная компания в своем выставочном комплексе даже построила симулятор, который дает ощутить себя пассажирам этого поезда. Чтобы лучше понять, вам стоит сесть здесь. Да, хорошо. Итак, что мы почувствуем? Итак, сейчас вы почувствуете движение на колесах. Поезд разгонится до 150 км в час. А затем вагон поднимется и… Взлетит, как самолет? Да, почти взлетит. И разгонится до 500 км в час. Теперь мы полностью перешли в режим ливитации. Чувствую, будто я в ракете. Нет, нет, нет. Это не ракета. Это совершенно безопасно. В поездах Маглеб можно ездить без ремней безопасности. Ехать в полной тишине, не чувствуя никакой вибрации или стука, только наблюдая за бегущими цифрами скорости, очень необычно. И ясно, почему японцы будут еще минимум 10 лет строить эту линию. Ведь парить над землей поезд заставляет очень сложная система. Она включает в себя даже постоянно охлаждаемые жидким азотом сверхпроводники в каждом вагоне. Но японцы уверены, что все у них получится. И тут такие работы и в России. Отечественный Маглеб создают в Петербурге под руководством профессора Анатолия Зайцева. Поезд должен оказаться даже быстрее японского. Он будет развивать скорость до 600 км в час. Пока на круговом стенде с макетами удается добиться 150. Для левитации Зайцев предлагает установить под поездом и на дорожном полотне постоянные неодимовые магниты. Автор считает, что лучше всего технология подойдет для перевозки грузов. А грузовые поезда, сегодня максимальная скорость у них 120 км в час. Все. Поэтому у нас не случайно народ говорит, а когда же вы привезете живую рыбу с Дальнего Востока? А как ее привезешь, если ее сегодня на 6 суток жить не может? А 6 суток минимум. Здесь можно привезти с Владивостока до Германии за 16 суток, до Берлина. В одном из петербургских депо Зайцев и его коллеги уже три года экспериментируют с 28-тонным морским контейнером, подвешенным на магнитной платформе. Это прямо волшебство какое-то. Единственные силы трения возникают за счет удерживающих боковых колес. Если бы их не было, я могла бы в легкую сдвинуть одной рукой эту транспортную платформу. Ну и это не помеха. Сейчас мой коллега Сергей поможет мне сдвинуть эту транспортную платформу с места. Ну что, поехали. Раз, два, три. О, поехала. Вот что значит отсутствие силы трения. Но и тут есть проблема. Металл-неодим, который и придает магнитные свойства платформе, входит в число редкоземельных. Его запас на Земле ограничен. Построить из неодима железную дорогу выйдет еще дороже, чем уложить рельсы из чистого золота. Сейчас ученые и инженеры думают, какие еще тут могут быть варианты. Красивый термин, магнитная подушка. Толкнул и само поехал. Да не бывает чудес. Не поедет само. Можно ехать со скоростью 600 км в час. Но если билет будет стоить 50 тысяч рублей, ну, поверьте, ну, наверное, никто там просто не поедет, да? Есть у магнитных поездов и проблемы с безопасностью. В августе 2006-го загорелись батареи шанхайского Маглева. Пассажиров эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. А всего через полтора месяца в Германии на полигоне в Эмсланде Маглев с туристами на борту на скорости 200 км в час врезался в технический состав. 23 человека погибли, еще 10 получили ранения. Через два года компания «Трансрапид» закрыла тестовый полигон. Есть ли у магнитных поездов будущее, пока непонятно. Но идея о том, чтобы освободиться от трения колес о рельсы, захватывает все больше умов. А может быть, поезд будущего уже придумали здесь, в Нью-Йорк-Сити-Колледж. Мы находимся в северной части Манхэттена. И идея, которую тут разрабатывают, звучит немножко сумасшедшая, но не лишена привлекательности. Профессора биомедицины Шелдона Вейнбаума много лет назад заинтересовала, за счет чего эритроциты, красные клетки крови, легко проходят даже по очень узким капиллярам. Выяснилось, что внутри наши сосуды покрыты мельчайшими микронными волосками, которые убирают трение, и клетки проносятся по сосудам, как маленькие пули. Казалось бы, какое отношение все это имеет к поездам? Шелдон Вейнбаум и сам, может, не нашел бы связи, если бы не случай. Однажды утром я поехал покататься на лыжах на гору Хантер, здесь, недалеко. Незадолго до этого прошел снег. Нападало около 30 сантиметров. Я увидел, как одна лыжница спустилась с горы, и когда она остановилась, то тут же довольно глубоко погрузилась в снег. В тот же момент я понял, как это можно использовать. Профессора осенило, что на склоне не проваливаться лыжником позволяет воздух, который из-за быстроты движения не успевает выйти из пространств между снежинками. Спортсмены, как и эритроциты в капиллярах, почти не испытывают трения, а потому мчатся без особых усилий. Вейнбаум решил смоделировать этот эффект в лаборатории, заменив снег на синтетический пух. Оказалось, если сжимать волокно очень быстро и недолго, оно способно удержать от контакта с землей не только человека, но и целый поезд. Это не столько поезд, сколько новая версия самолета. Крылья ему заменяет воздух внутри волокна, по которому движется лыжа длиной 30 метров. Она находится в канале. Воздух может высвобождаться только спереди или позади нее. В этом и заключается магия нашего поезда. Это то, что позволяет поднимать огромную массу. Профессор говорит, что когда найдет инвестора и получит 2 миллиона долларов, непременно построит большую тестовую линию. Вообще идея поднять поезд над полотном не дает покоя инженерам по всему миру. В той же самой Японии, например, уже успешно испытали состав с крыльями. Автора проекта, Ясуаки Кахаму, вдохновили, как он говорит, экранопланы советских конструкторов. Был такой военный летательный аппарат, известный как «Каспийский монстр». Я тоже, как и там, решил использовать экранный эффект, когда крылья как бы прижимают воздух к поверхности, и транспортное средство опирается на эту подушку. Запускать свой аэропоезд инженер решил в бетонном желобе. Во время испытаний за штурвалом экспериментального образца сидел он сам. Какую максимальную скорость вам удалось развить? Почти 200 километров в час. Было страшно? Нет, я же еще и пилот. Правда, у вас есть права? Да, большой самолет тут вместо майора. Обтекаемая форма и экранный эффект сработали хорошо. Для разгона хватило маломощного двигателя всего в 30 лошадиных сил, примерно как у мотоцикла «Урал». Профессор говорит, что это позволит не расходовать много допустимых, и может быть вовсе обойтись одной только солнечной энергией, разгоняясь до 500 километров в час. Эксперименты по скрещиванию поезда с самолетом, кстати, проходили и в нашей стране. На подъезде к Тверскому вагонзаводу можно увидеть полноразмерный фрагмент, а в местном музее рассмотреть модель опытного поезда с реактивными двигателями от самолета Як-40. Верхняя часть крыши была закрыта жаропрочным листом, а для придания аэродиомических характеристик вагона был оснащен дополнительно носовой частью обтекаемой и нижними фальшбортами, которые закрывали подвагонное оборудование. Тяга этого вагона была рассчитана на возможность достижения 300 километров в час. В 1972-м этот состав лаборатории развил невероятную для того времени скорость в 249 километров в час. Но испытания свернули. Слишком много оказалось проблем. И большой расход керосина, и гул, и жар от реактивной струи. Шум, подъем исходящими газами пыли. Вот эти ограничения, так сказать, не позволили дальше серийно применять. Но идея объединить авиационные и железнодорожные технологии не отправилась на свалку истории. Ее новым воплощением стал первый и единственный пока в мире газотурбовоз, для которого использовали доработанный двигатель от стратегического бомбардировщика Ту-160. Его заставили работать на новом топливе. Это криогенная емкость, в которой хранится 20 тонн выжимого природного газа при температуре минус 160 градусов, который преобразуется в рекуператорах и подается уже в газовую турбину в виде топлива при температуре плюс 200 градусов, где происходит процесс горения. Достоинств у сжиженного газа очень много. Запаса такого топлива хватает на 900 километров при мощности этого двигателя в 12 тысяч лошадиных сил. Только представьте, во время испытаний газотурбовоз тянул 170 вагонов общим весом 16 тысяч тонн. В 2009 году мы попали в книгу рекордов Гиннеса. Ни один современный двигатель внутреннего сгорания, транспортный двигатель для железнодорожного транспорта. Максимально, что можно туда взять, ну, 6 тысяч лошадиных сил максимально. А мы реализовали в 2,5 раза больше. Обычных тепловозов тут бы понадобилось минимум 5 штук. Местом работы для этого суперлокомотива должна стать Байкало-Амурская магистраль, где мало электрифицированных участков, зато много затяжных подъемов и спусков. С новым топливом для поездов экспериментируют и в Европе. В Германии, например, вот-вот начнут испытывать водородные поезда. Их создатели уверяют, что применение такой технологии стоит дешевле, чем электрификация рельсовых путей. Ну, посмотрим. Может, никаких рельсов и вовсе не будет. Здесь мы видим историю транспорта. Булыжно-мостовая брусчатка, асфальт, железная дорога, струнный транспорт. Мы находимся здесь, да. Вот здесь, под нашей струнной дорогой, вот мир, а вот и с уликой Беларусь можно потерять на счастье. Изобретатель и предприниматель из Белоруссии Анатолий Юницкий уверен, будущее за его детищем. Он уже построил на бывшем танковом полигоне в часе езды от Минска тестовую площадку, запустил там пробную линию в один километр и проверяет в действии, как он говорит, принципиально новую разновидность железной дороги – струнную. Она кажется очень легкой и почти невесомой. Как она вообще вес-то выдержит? Да, она не только себя держит, но еще и подвижный состав. Потому что на самом деле это лесячий мост, зашитый в рельс. Главный принцип тут в том, что внутри монорельса находится натянутый, как струна, стальной канат. Он и помогает удерживать вес поезда. А за счет обтекаемой формы и применения мощных электрических моторов-колес можно мчаться со скоростью до 500 километров в час. Юницкий полагает, что составы нужны разные – от больших до маленьких. Первые он назвал в честь себя юнибусами, вторые – юнибайками. Хотите представить, он гораздо шире. У нас стоит столик посидимый, два человека там сидит, два человека здесь. Это гадный большой отсек. Я вижу здесь и педали. Может, и на педальном ходу ехать? Да, мы можем включить педали, вырабатывать электрическую энергию. У Юницкого куча планов. Он говорит, что использование разных калибров струнных вагонов позволит вообще изменить облик существующих городов. Они должны стать линейными, вытянутыми вдоль магистральных линий. А вокруг – природа и посадки экологически чистых овощей и фруктов. Кстати, Юницкий уже смог обратить в свою веру многих людей. К нему регулярно приезжают делегации интересующихся из разных стран, и он смог даже наладить прием инвестиций через фонды от частных лиц. В честь вкладчиков тут высажена аллея именных деревьев. За это предприниматель, правда, регулярно получает обвинения в финансовой нечистоплотности. Впрочем, нам интереснее другое. А правда, сохранят ли свой облик пути при переходе к поездным технологиям будущего? В Японии, Франции, Корее везде, где есть высокоскоростное движение, для начала модернизировали привычные рельсы. Ну, представьте, вы едете по извилистой проселочной дороге, вам нужно развить скорость 160 км в час. Ну, вы просто улетите. Так вот, то же самое происходит и здесь. Поезд, колесо-рельс, 580 км в час рекорды и с пассажирами, с людьми, конкретными, испытателями, да. Но почему-то поезда ходят со скоростью 300-350, но только мечтаем о 400-х. Дорога для скоростных поездов должна быть без пешеходных переходов, автомобильных переездов, максимально прямой и идеально ровной. Если рельс в каком-то месте прогнется больше, чем на 15 миллиметров, то весь участок придется, нет, не ремонтировать, а строить заново. Чем выше скорость, тем меньшая неровность вызывает то или иное возмущение. В лучшем случае это дискомфорт, а в худшем случае это возможность хода поезда с рельсом. У традиционных дорог в основе лежит насыпь, тяжелый балласт, который удерживает рельсы. Для скоростных магистралей требуется особо устойчивый бетонный фундамент глубиной не меньше двух метров. Дальше процесс чем-то похож на укладку асфальта для автодороги. Песчано-гравийная смесь и несколько слоев армированного бетона, в который буквально вмуровывают рельсы. Все это и позволяет современным поездам неслышно мчаться на невероятных скоростях, меняя жизнь вокруг. Во Франции железные дороги сотворили удивительную вещь. Когда здесь пустили скоростные поезда, и они стали останавливаться, в том числе на небольших станциях, выяснилось, что вполне можно работать, например, в Париже, а жить в паре сотен километров от него, потому что это все равно меньше часа на поезде. В итоге небольшие городки буквально получили новую жизнь. В них стали селиться и тратить заработанные деньги люди, которые трудятся в мегаполисах, а жить предпочитают в тихом, уютном французском захолустье. Если мы на карте отметим круги в один час езды от Парижа, два и три часа, то увидим, как скоростные поезда изменили саму форму Франции. Она как будто сжалась, стала компактнее. Если раньше до Бордо ехать было не меньше двух часов, то сейчас этот город переместился в радиус одного часа пути. И там растут цены на недвижимость. Жить стало престижнее. Вместе с французским ТЖВ законодателем МОД стал, конечно, японский Синкансен. В переводе это значит «новая магистраль». Первый такой состав поехал в 64-м. Он развивал уже тогда скорость до 210 км в час. За особую форму его даже прозвали «поездом пулей». До Синкансенов дорога по главному японскому маршруту от Токио до Осаки занимала почти 7 часов. А с их появлением она стала короче почти в два раза. Успех был невероятным. Сейчас, спустя полвека, японцы не мыслят жизни без скоростных поездов. И тоже, как французы, любят селиться в отдалении от мегаполисов. Лишь бы поближе к станциям. Погонов ресторанов в Синкансенах нет, поэтому все берут еду, едят на станциях или здесь в поезде, в тележках. Вот такие коробочки с закусками, называются «дэнто». И едят, стараясь успеть до своей станции, потому что поезд действительно идет очень быстро. Тут все сделано для того, чтобы в Синкансене можно было прямо жить. Например, наряду с обычными туалетами есть еще дополнительные умывальные комнаты, где можно скрыться за шторкой и, например, почистить зубы. А еще Синкансен так популярен, потому что он невероятно пунктуален. В местной железнодорожной компании любят говорить, что за целый год опозданий у среднестатистического Синкансена набирается не более чем на 30 секунд. Настоящее расписание для Синкансенов составляется в секундах. А пассажиры об этом не знают? Нет, не знают. А что может задержать в пути Синкансен? Движение может остановить тайфун или землетрясение, или сильный снегопад. Без Синкансенов невозможно представить японскую жизнь. Она просто остановится, потому что эти поезда уже ходят почти как метро каждые 7-10 минут. Сами японцы говорят, что Синкансены теперь в какой-то степени, как ни странно, даже тормозят развитие прогресса и делают ненужным внедрение инноваций. Система работает так хорошо, что просто нет причин ее менять. Самое удивительное, выяснилось, что мчаться очень быстро по железным дорогам и не нужно. Гораздо важнее делать чаще остановки, чтобы людям было удобно. Поэтому Синкансены не едут сейчас быстрее 300 км в час. И во Франции та же история. Мы побывали на местном вагоностроительном заводе, который находится на Атлантическом побережье, в овеянной легендами о мушкетерах Ля Рошелли. В середине 90-х мы поняли, что разгоняться быстрее 320 км в час не имеет смысла. Это требует таких особенностей конструкции и обслуживания, что делает билеты слишком дорогими. Это видео снято 10 лет назад. Команда испытателей разогнала французский поезд ТЖВ до рекордных 574,8 км в час. В реальности же средняя скорость движения таких поездов сейчас чуть выше 200 км в час. Вопрос в том, что вы будете делать со временем, которое вы играете. Представьте, расстояние 500 км. Если вы будете двигаться на поезде со скоростью 400-500 км в час, вы сэкономите по сравнению с нынешним минут 10-15. И что вы с ними будете делать? Вот же в чем вопрос. Сегодня во всем мире все торопятся, торопятся. Но куда мы так спешим? Даже в высокотехнологичной Японии, где поезда рассчитаны на невероятные 443 км в час, так быстро они не ездят. Это просто конструктивные возможности поезда. Но мы обычно не разгоняемся более 300 км в час в окрестностях Токио. Российский Сапсан, для которого серьезно модернизировали пути, лишь в одном месте между городками Малая Вишера и Акуловка разгоняется до предельных 250 км в час. Быстрее по нашим законам пока нельзя. Эту скорость он удерживает всего 2 минуты. Практика говорит о том, что куда важнее скорости, надежность и безопасность. Особенно в нашей стране, где погодные условия для скоростного транспорта даже в средней полосе считают экстремальными. В Санкт-Петербурге может быть плюсовая температура, в Москве сильно отрицательная температура. То есть мокрый снег в Санкт-Петербурге налипает на элементы механического оборудования, скапливаются большие глыбы льда, которые могут отваливаться в пути следования. Мы даже применяем в зимнее время установку по антиобледелительной обработке чележек, что в принципе до этого применяли только в самолетах. Это делают, потому что часть оборудования Сапсана перенесли из салона под вагон с целью освободить больше места пассажирам. Но лед может повредить двигатели или тормоза, поэтому и требуется специальная защита. А еще в Сапсане есть система самодиагностики. Прямо во время движения машинист может буквально одним нажатием кнопки в кабине проверить, все ли в порядке. И при необходимости тут же передать всю информацию в депо, где состав будут ждать для ремонта. Именно в автоматизацию вкладывают сейчас усилия инженеры по всему миру. На Тверском вагоностроительном заводе, например, мне показали, как работает система сигнализации о проблемах в колесах. Сергей, крутите. Это очень ответственный и важный узел. Если в нем какая-то произойдет неисправность, это может привести к заклиниванию колесной пары. Сымитируем аварию. Сымитируем аварию, совершенно верно. Включим наш фен и нагреем датчик. И на экране пульта мы будем видеть, как повышается температура этого датчика. Уже 100. Проводник должен это увидеть и принять соответствующее решение о том, что нужно делать дальше. И, разумеется, автоматика, исключающая человеческий фактор. В Японском железнодорожном музее каждый может поуправлять синкансеном, сев в кабину-симулятор. Техника здесь не позволяет делать лишнего. Не превышайте скорость 285 км в час. Здесь много систем, которые не позволят мне что-либо нарушить. Да. Человеческий фактор сведен к минимуму. Конечно. Синкансен защищен множеством систем. Наиболее важное — автоматическое управление поездом. Видите, техника сигнализирует, что поезд разогнался слишком сильно и будет теперь замедляться. Так устроено не только в Японии. Процесс автоматизации дошел до того, что российским Сапсанам, к примеру, машинист может почти не управлять. Есть система полностью автоведения поезда, которая позволяет в том числе производить служебные торможения до полной остановки поезда на промежуточных графиковых станциях. Второй — это информационный режим. И третий режим — это режим круиз-контроллер. Вот этой рукояткой машинист задает необходимую скорость, допустим, 200 или 220 км в час, то есть с точностью до километра. Установленную скорость поезд будет поддерживать сам. Дойдет ли до полностью беспилотных составов, так уже дошло, хотя и не на самых скоростных линиях. Пока. В Париже уже целую линию метро обслуживают поезда без машинистов. В московском метрополитене аналогичную систему испытывают, на всякий случай пока с человеком в кабине. А на станции Лужская сортировочная под Петербургом уже вовсю используют беспилотные маневровые локомотивы. Сейчас вы можете увидеть наш маневровый локомотив без машиниста, который управляю я с пультом. Зона действия беспилотного поезда — сортировочный парк длиной 2,5 км, куда каждый день прибывают и отправляются около 3 тысяч вагонов. Одни привозят грузы, другие забирают. По команде из диспетчерской беспилотный локомотив прицепляется к вагонам, заводит их на сортировочную горку и толкает с нее. Автоматическая система выбирает нужный из 44 путей, переводит стрелки, после спуска плавно тормозит вагоны. Так что машинист вскоре и правда может оказаться не нужен. Впрочем, с ним или без пассажирам, конечно, важен комфорт. Например, французы вслед за японцами в своих новых поездах сделали крутящиеся кресла, чтобы на конечной станции менять направление, и все сидели комфортно, лицом вперед. Пока это, правда, есть только в первом классе. Да, комфорт очень важен. А вот тут еще есть зеркальце, вешалка для пиджака, разные удобства, USB, столик. А это наш бар. Но здесь мы специально поставили жесткие сидения, чтобы пассажиры быстрее обедали, возвращались на свои места и освобождали бар для других. В новых российских поездах серьезно модернизировали кухни в вагонах-ресторанах. Теперь там можно готовить почти все то же самое, что и в обычных ресторанах. Настоящая кухня-ресторана, в общем-то. Ну, абсолютно. Без всяких компромиссов. Можно выпекать, также тушить, также на пару можно сделать. Ну, а благодаря удобным спальным местам поезд вообще может служить гостиницей на колесах. И многим такое применение нравится. На расстояниях 800 километров, там высокие скорости не нужны, человек не успеет выспаться. В собственных вагонах уже колесят по стране некоторые звезды эстрады. А состоятельные туристы могут заказать путешествие на поезде «Золотой орел», который возит туристов в Пекин и Владивосток. Поездка по Транссибу в роскошном купе вместе с экскурсиями стоит больше 2 миллионов рублей. Но, судя по тому, как все выглядит, оно того стоит. Впрочем, некоторые технологические инновации доступны теперь всем или почти всем пассажирам российских железных дорог. Например, такая важная, но нереальная еще совсем недавно вещь, как всегда открытый даже на станциях туалет. Как устроено это чудо техники нам показывают на специальном стенде в учебном центре Тверского вагонзавода. Биотуалетом называть конструкцию неправильно. Она, конечно, не перерабатывает, а просто складирует содержимое. Нажимаем кнопку, распыдаются вода в туалет и под вакуумом содержимое переходит в шлюзовую систему. Затем накачивается избыточное давление и содержимое переводится в бак накопителя. Когда он заполняется, что происходит? Когда он заполняется, установлены у нас датчики, датчик, который определяет 95% заполнения бака, показывает, что бак накопитель переполнен и работа туалета прекращается. На станции к вагону присоединяют шланг специальной машины и откачивают то, что раньше негигиенично оказывалось на путях. Один из идеологов этой системы, профессор Борис Лапидус, говорит, что много лет назад убедил больших начальников вложить деньги во внедрение таких туалетов, живописав им, что и они дышат каплями вот этого всего, и в их мягких вагонах тоже. Нечистоты распылялись от движения поездов и стояли облаком над путями. Объем бака в современном вагоне, как правило, составляет от 600 до 1000 литров. Его хватает на два дня дороги. Слабое место тут в том, что накопитель со шлюзовой системой соединяют узкие трубки, которые могут засоряться из-за попадания посторонних предметов. Так что, если хотите, чтобы туалет всегда был открыт, не бросайте туда, что попало. Воду из раковины, кстати, в поезде по-прежнему сливают прямо на рельсы. Но в будущем планируют тоже собирать и использовать для смыва в туалете. Еще из комфортабельных нововведений в российских поездах. Кое-где появляются индивидуальные сейфы в купе, чтобы не надо было таскать за собой в туалет кошелек. Расплатиться за чай и еду можно банковской картой. В некоторых поездах есть даже вендинговые автоматы. Даже еще во время посадки пассажиры подходят и имеют возможность до отправления поезда выпить кружечку, стаканчик горячего кофе, бутылочку воды приобрести. Раньше такого не было. Добавляете ли? Да. Многие пассажиры поражены такой услугой. Ну и уж точно не останется в поезде будущего плацкартных вагонов. Российские железные дороги на замену начали поставлять тоже вместительные и доступные по цене билетов двухэтажные вагоны. Внутри полноценные купе, хотя и пришлось пожертвовать частью пространства для багажа. Надо же, кулер стоит, водичка. Вообще, конечно, чудо, как удалось все это сюда поместить, эти два этажа. Тесноты не чувствуется, крыша немножко нависает, но просторно. И полки абсолютно стандартного купейного размера. У меня метр 82 рост, я прекрасно могу лечь, вытянуться. Насладиться поездкой. Пора подводить итоги наших поисков поезда будущего. Заглянуть на 50 или даже 30 лет вперед, конечно, не может никто. Но, судя по всему, рельсовый транспорт никуда не денется и будет весьма разнообразным. Скоростные поезда для путешествий между городами, экологичные и комфортабельные электрички, в три городах быстрые и тихие трамваи и поезда метро внутри мегаполисов. Когда-то открытое человеком явление, что колесо, идущее по ровному рельсу, дает значительную выгоду в силе перемещения, еще явно не выработало своего ресурса. Специалисты говорят так. На дистанции примерно до 4 часов езды поезд всегда будет удобнее. Дальше уже преимущество имеет самолет. Или, может быть, что-то и побыстрее. Вот даже Илон Маск с его вакуумными поездами Hyperloop недавно выступил с новой идеей. Он предложил перемещаться между городами и континентами при помощи ракет, взлетая в Европе, а садясь, например, всего через несколько минут в Австралии. Ну а ниша железнодорожного транспорта — это движение со скоростями до 320-360 км в час. Миру, кажется, и не надо быстрее. Преимущество поезда в балансе между скоростью, безопасностью, комфортом и ценой на билет. Из этих деталей и будет собран реальный поезд будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова